Попробуйте подойти к этому. А так, конечно же, если вы больше начнете думать о добром, вокруг вас появится очень много образов светлых, вами поржленных. Потому что, когда вы, как я уже упомянул, начинаете думать о цветах, они появляются у вас над головой. И поверьте, если вы интенсивно начнете осыпать друг друга цветами, вы сами начнете чувствовать запах этих цветов. Его будет так много. Вы можете эти цветы выращивать на кирпичах, на бетоне. И там действительно будет появляться цветок, он будет источать запах. Это же реально. У вас такая уникальная сила. Вы способны покрыть все цветами. Поэтому, куда бы вы ни попали, в какую ситуацию вы бы не попали, вы можете от своего обилия сердца плескнуть эти лепестки роз в гущу сложных событий. Что бы там ни было, бросьте между враждующим паевом и ветром. И попробуйте ее увидеть, почувствовать. От души ее положите между ними. И у них очень быстро закончится ссора, потому что эта ветвь вяжет между ними. Она делает свое действие. Это же реальные ваши возможности. Но как мало это возникает. Ибо, как только возникает сложная ситуация, вы переживаете, вы уже ищете какой-то ход, но неправильный ход. У вас сразу исчезали все пожелания добра, радости, что-то светлое выплеснуть. Вы остановились. Вы сами заволновались, заметались, засуетились. И вот эта суета ваша начинает наплескаться, накладываться на ту ситуацию, которая возникла, горестная ситуация. Но так вы этим умножаете эту ситуацию. И получается, что вы беспокоитесь, чтобы это все прошло, а сами ее разжигаете. То есть вы прибежали, горит дом пожара, и вы с тарасином бегаете. Ну как же потушить, а сон раз, плеск, плеск, с кружечкой. Ну как же вы будете тушить, тогда это пожар. Видите, ну это простой такой элементарный пример. Но если вы, видя ситуацию сложную, горестную, попробуете обнять ее теплом, улыбнувшись, с миром в своей душе, войдите в это состояние. Вы увидите, что потом будет происходить. Там все очень быстро начнет гаснуть. Но это же надо успеть ухватить это доброе состояние в себе. Не поддаться злому, соблазну и впасть в эту же неприятную ситуацию, в которой пребывает ваше ближнее. А ведь вы часто думаете, а как же им помочь? Они отругаются и то, и третье, и четвертое. И сами переживаете, прыгаете. В этом случае я всегда вам говорю, как только вы видите своих ближних и начинаете о них переживать, сильно волноваться, помните самый простой закон. В этот момент вы забираете их силу. Ходите в это или не хотите? Чем глубже вы переживаете, тем больше вы забираете эту силу от них. Вот и помогаете после этого. Помочь можно ближним. Как вот сейчас было упомянуто слово. Вера, надежда, любовь. Где ваша вера? Где ваша надежда? А ведь надежда, это не просто, когда вы с волнением, суетой, каким-то гримасом приходите. Да, я надеюсь, что у них все поправится. А сами уже чуть ли не слезу упускаете. Нет. Когда вы подойдете, вы надеетесь, что это получится. И вы верите, что там будет хорошо. И вот тогда вы выплескиваете эту силу свою. Потому что иначе не может быть. Вы можете только надеяться, что там будет сила. Он прозреет, и это будет счастье с ним. Чтоб была твердость вашего шага. Вот тогда ваша сила, она так туда хлынет. И очень скоро многое становится. Поэтому кому бы вы не хотели помочь, пока вы не укрепитесь своими шагами, пока вы не исполнитесь жизненной силой, радостью, помочь вы не сможете. Ваши слова, да желаю я ему счастья. Они будут очень больными, пустыми. Звук такой появится, поплывет так по пространству. Но он ничего с собой не несет, кроме вибрации этого слова. А вы наполните это слово сердцем своим. Своей надеждой и верой. Вот тогда вы можете чудеса творить великие.